Во имя Отца и Сына и Святого Духа Мы проводим серию бесед, которые называются у нас Во свете Библии По словам Библии мы понимаем синодальное издание 77 книг Сегодня хотелось ответить на вопросы о пророчестве Когда говоришь, то они все понимают это слово А вы что, пророк? Вам кто дал право обличать, наставлять и прочее То есть чудотворцы есть Вот церковь когда начинает перечислять Николу Чудотворец Там подряд идет чудотворцы, чудотворцы То есть все чудотворцы А почему пророков не поминают? То есть их вообще нету Блаженный, памятный, праведный Там каких только званий нету Великий Ну, я не против этого Но что нам говорит Библия? Я за эпиграф беседы беру Евангелие от Иоанна 12 глава 48 стих Господь говорит, я вас не сужу Слово, которое я говорю, Слово Божие Оно будет судить в последний день А в последний день мировая история закончилась Чем мы туда придем? Вот этот вопрос надо сегодня себе поставить Как я живу? Сколько было разных вождей, учителей, патриархов, пап И у всех были последователи Были заступники, были хулители Но Бог будет судить согласно Слову Своего Если бы наша жизнь сегодня наладилась по Слову Божию То она бы мгновенно вся изменилась Любой строй он не выдержал бы даже одного дня Вот нигде не лгать Еще ГАИ остановилась Они, как теперь называют, там ДПС Дума перестала работать Президент бы в пепле и прахе плакал Потому что политика это грязное дело С ним прежде всего договариваются С любым правителем Кто руководит всем То он-то тоже не главный Валить, не валить эти небоскребы Топить, не топить этот курс Делать, не делать взрывы в городах Это все открывается через много десятилетий Или никогда не откроется Кто делал революцию Нам-то это и не надо Мы сейчас увидим по Слову Божию Что пророки это все предсказали Но у каждого действия есть противодействие Есть свет, есть тьма Есть ангелы святые Есть ангелы падшие Есть Христос и есть Антихрист И будет один над всей землей Сегодня мы говорим только о пророках Не задевая ничего о лже-пророках Они написаны были Петр говорит и у вас будут Я подвожу к сегодняшнему дню Конкретно Вот что мы читаем Слово пророк, пророчествовать В полной Святой Библии 77 книг Встречается 664 раза Я специально это буду выделять А в новом завете 207 раз Ну ведь 664 это почти 666 Порти всех лже-пророков хватило бы Чтобы не принимать никого Никого не бояться Будешь Праведник написан смел как лев Праведник нравится полная покорность Чтобы его никто не обличал И мы увидим чем это кончается Священникам это же нравится Везде нравится Хозяин тиранит всю семью Пьяница нравится Когда сожительствует с дочерью Еще только не открывается сегодня Благодаря вот этой гласности Также нравится патриарху Чтобы все перед ним сгорбатились В полусогнутом состоянии было А если бы сказали Со мной поступай так Как Бог тебе велит По совести И заботились о двух только вопросах Я говорю о православных Рождение свыше И водительство Духом Святым Церковь православная Сегодня бы Должна в пепле и прахе Не поднимая головы Лежать годами Тысячелетие на Руси Эти слова вообще не произносятся А рождение свыше Ну найдите у русских проповедников За тысячу лет Не за два У Игнатия Бричининова Поищите У Феопана Затворника У всех Они понимали это Или не понимали Вот я Вопрос этот задаю Потому что Мне Бог дал это Я в сознательном возрасте В 23 года В 62 году 27 сентября Обратился к Богу по Евангелию Хотя с детства От пеленок Уже знал Что Бог есть И страшный суд Мы говорим сегодня О пророчестве Есть ли пророки в России И кто попадает Под это звание И как это По Библии рассматривается Вот книга Судей 17 глава И 6 стих В те дни Не было царя у Израиля Каждый делал то Что ему казалось Справедливым Но царя не было Но царя Не учил народ Учили священники Сегодня у людей Нет пророка И каждый делает То что ему угодно Нет учителей У православных Да как же Семинарии Академии Я говорю нет Ну нет Вы проверьте Я сказал Не о звании Не о ризах А о божественном Служении в Духе Святом Как Господь заповедал Если знаете Я знаю единицы Может на одной руке Поместить Но это считается Как и нету И написано Вся земля стонала Но не вся же Были континенты другие Слово Вся В Библии означает Множество И наоборот Судей 21-25 Снова повторяется В те дни Не было царя у Израиля Каждый делал то Что ему казалось Справедливым Я попрошу не смущаться Что у меня Сидит здесь голубка Она я думаю Никому глаза не намозолит Ей тут приятно Посидеть сегодня Это ручные голуби Торманы Видите Какая она красота Она напоминает О чем-то верующим В мире Тысячи разных Животных Бог избрал только овцу Ездра говорит А из птицы Одного голубя Голубка Иеремия Что нам говорит Бог Не люди Нам надо понимать То что Люди в то время Такие же недостатки имели Так же грешили И не хотели слушать Пророков Но в пророках Иерусалима Вижу ужасное Они прелюбодействуют И уходят во лжи Поддерживают руки Злодеев Чтобы никто не обращался От своего нечестия Сели передо мной Как садом И жители его Как гаморра Я подвожу К тому Что сегодня Уже озвучили Два человека В одном направлении Они может Сами еще не догадываются Эта тема И это ужасно И это ужасно Когда увидят Некоторые люди Как Зоя Александра Крахмальникова Глеб Якунин Сейчас знаю Какой Кого он собирает Там Ну вы один раз Выслушайте Не так Значит Пропусти это Мимо Не надо От злобы Лопаться Это тоже Не христианское Дело Привыкли Папа Безбожьему делать Чтобы ничего не сказать Пророческий голос Должен быть услышать 650 лет До Рождества Христова Этот голос прозвучал Что Они Прелюбодействуют Это в пророке Прелюбодействуют То есть священники Вот это вот По-любому Это разные идут Навстречу Я их не звал И ходят во лжи Поддерживают Руки Злодеев То есть эти пророки Священники Ходят во лжи Но сегодня Если они себя считают Руководители народа И поддерживают Руки злодеев Которые так делают Не обличают Ни депутатов Никого Молчок С разведенными С прелюбодеями Сообщаются Вот это голубое лобби Мне это не надо совсем Я даже не верю в это Что такой грех Могут люди делать Хотя он есть И вот говорит Что Чтобы никто Не обращался От своего нечестия Прошли тысячи лет Уже после Содома и Гаморры Содома и Гаморра На дне моря Мертвого Но говорит Все они передо мной Как Содом И жители его Как Гаморра Не в городе Казани Это только Все люди Которые отступают От Бога И прелюбодействуют Пусть даже Не к всех С меньшинством относятся Это не имеет Никакого значения Все они Как передо мной Перед Богом В глазах людей Они другие Они нормальные Если нашелся Один человек С пророческим глазом И сказал Что вы Женщины Незаконно Наживающие детей Б Это сказал Один тут Глава Миссионерского Отдела В Томске Максим Степаненко Это пророческий глаз Мгновенно Его задавили Свой архиерей Другие Патриархи Люди То есть Вот они Они злодействуют И не слышат Бог пророков Посылает Восстает Андрей Кураев Ему это не надо Его жизнь Это угрожает Но он сказал Озвучил То что другие Сегодня боятся Боятся сказать Еще один человек Восстает Третий Четвертый Сразу Это псевдоправославие Это сектанты Это эритики Сектанты Эритики То есть Они этим жупелом Жгут друг друга Человек в прелести Это гордыня Вот это Трафаретное мышление Манкуртов Это манкурты Церковные манкурты Лука 7.16 И всех объял страх И славили Бога Говоря Великий пророк Восстал между нами И Бог посетил Народ свой А что же страх Тобел Да не было пророков Не было царя И каждый делал Что угодно И вдруг Эта тема была озвучена Люди Бога не знают Лживая вера Я неоднократно Задавал вопрос Церковным служителям Скажите Израиль Подготавливался К встрече спасителя Да Подготавливался Ну От времени Избрания Первого варавра Уже пророчества были Из вас самих Восстает Господь пророка Как меня его слушаете Это Моисей сказал Второзаконие Ну и пришел Что Пришел к своим И свои не приняли То есть Образ Христа Был нарисован Такой Что когда его наложили На тот Который пришел Они говорят Нет не такой Не от Бога Этот человек Он в субботу Не хранит А что это Господин В субботу Они этого не знали Они не хотели Видеть Он говорит Это дом мой Мой Я пришел в свой дом Аня Кто тебе это дал Право Он опрокидывает Они торгаши Там теперь Вы зайдите В любой храм Они торгуют До них Христос Не доходил еще И в храме Христа Спасителя Теперь добровольная Жертва За крещение 300 рублей Завещание Там 1000 рублей Добровольная Жертва Злодеи Злодействуют Злодейски Пророк Исаия Говорит это А если я сегодня Сказал слова Пророческие Ты уже пророк Варух Ничего не пророчествовал Он просто Передавал То что говорил Иеремия Это пророк И слово Пророк Звучало На каждом шагу В церкви Христовой Сегодня его нет Заморили И сегодня Против слова Пророк Больше всего Будут церковные деятели Около церковные круги Они будут Как псы бросаться А что он себя Пророком выставляет Хорошо Я не выставляю Но у вас Вот церковь Допустим Москва Назовите пророков Назовите Сегодняшних пророков Ни миссионеров Ни проповедников Ни одного Ну а до революции Пророки Какие были Называйте Чтобы с этим именем Пророк он был Не святой Праведный Масло масляное Кронштадтский Где И всех Объял страх Первое Что Бог Посетил народ свой Мало не покажется Пророк Ездор Рвал волосы Он бил их Мужей Когда пророк Восстает То лжепророкам Делать нечего Даже не лжепророки Но они живьем В ад сходят Как дофан Аверон и Ковей Число 16 Глава Сектанты Не поздоровятся От пророков Матфея 24 24 Ибо восстанут Лжехристы Лжепророки Дадут великие знамения Чудеса Чтобы пролистить Всевозможность Бранных А пророкам Это не надо Только в последнее время Это будет Им не надо чудеса творить У них есть Меч обоюдоострый Слово Божие Язык Радуйтесь И веселитесь Ибо велика Ваша награда На небесах Так гнали пророков Бывших Прежде вас То есть Если ты хочешь проверить Хоть что-то у тебя Пророков есть Гонят тебя Или не гонят В первую очередь Кто? Церковные служители Священники Патриархия Нам не надо Трогать других Пока Это везде такое Радуйтесь И веселитесь Велика ваша награда И награда И радость И веселье И на небесах Только по гонению Определяется Тебя гонят Теперь распределить За что? Только бы не пострадал Кто-нибудь За злые дела Петр говорит А если как христианин Прославляй Бога За такую участь И как вор Пощагающий на чужое Деяние 752 Это говорит человек За несколько минут До смерти Которого назовут Первомущеником Стефаном Это пророк был И он говорит к ним К евреям К богоизбранному народу Пускай евреи слушают Это их касается Кого из пророков Не гнали Отцы ваши То есть предыдущее поколение Кого? Молчат Какой бы пророк Не восстал Его гонят Обязательно Угоден только тот Который Все масло масляное будет А они убили Предвозвестивших Пришествие праведника Которого Предателями И убийцами Сделались Ныне вы Попробуйте Скажите сегодня Патриарху Ты главный предатель В стране Пойдите к президенту Ты главный убийца Скажите это в Америке В Анголе Кто это примет? Я не говорю Что надо Пойти сегодня Это делать Бог вас ставит Ему не надо будет говорить Я говорю Что это было И 2 Тимофея 3.16 Они несли Слово Божие Все писание Бога Духновенной И полезно Для научения Для обличения Для исправления Для населения В праведности Писание Бога Духновенной И полезно Для научения Для обличения Где обличение? Где это писание? Повторяю Что на русский язык Библию перевели Только в 1876 году Это сколько же столетий Та Россия была Без святой Библии А если она была Скажите у кого она была? Начинает Острожская Ну скажите 3-4-5 экземпляров Сохранилось только Профессор Павский Профессор Это был такой знаток Еврейского языка Что он составлял Учебники Для еврейских школ И для студентов Не семинария А академии Перевел Ветхий Завет И налитографировали 500 экземпляров А для чего? Для лучшего Разумения Невероятно Да студенты Духовной Академии Не знали? Не знали Никто не знал Никто Посмотрите Когда Дмитрий Ростовский Проехал И что он увидел Какую мерзость Запустения Он вернулся И не поверил Это его епархия Читайте Жития святых И вот Здесь Писание Дано А его нет Профессор переводит И не просто профессор А воспитатель царских детей Сразу же бросили Священники Архиереи Жандармерию Под страхом Каторги вечной Нашли Но несколько экземпляров Спрятали Сохранили Я долгие годы Не мог понять Почему они Боялись Так Слово Божие Архиереи Царь Александр Ничего не мог сделать 30 лет Реакция была И потом Снова Потихоньку А это все библейское общество Это масоны С Англии Если у народа Будет Библия Революция начнется Когда я узнал Так и ахнул Так Библия делает революцию То есть Они боялись Архиереи Архиереи Не простой народ Что если люди Будут знать Прямой евангельский путь Подвязаться за веру Евангельскую Они поймут Столетиями идут Другим путем Ну ясно делал За свою душу За умерших родителей Да и тут же восстание будет Вообще-то это правильно Титул Держащийся истинного слова Согласного с учением С каким с учением Евангельским Чтобы он был силен И наставлять В здравом учении И противящийся обличать Не могут этого делать сегодня Только могут через власти Вот Невзоров Александр Глебович говорит Власть всегда держалась На этих 14 пунктах Уголовного кодекса Ну пускай не 14 14-24 Это царская власть Да это действительно так Ссылали Мучили Рвали Жгли И чего только не было Если массово До тысячи человек Самосожжение было Чтоб только не попасться В руки этих извергов Нам плакать Молиться надо А сегодня только гоняется Что кто сказал против Кто поддерживает Там этого Андрея Да уже Андрюшка Называют уже Вы вчера на брюшке Ползали перед ним Каждое слово Его ловили Деяния И что И будет Уходят А тут кто не уходит Сразу На место царя Икона державная Еродивая Русь Специально книжку Выпустили сегодня Святые Еродивые Руси Но святые Пророки Руси Выпустите книгу А еродствовать Еще еродствовать Сыны будут видеть Видения Старца Сновидения Через сновидения Не одуряемы будут А просветляемы Вразумляемых На рабов моих На рабынь В те дни Излию от Духа моего И будут пророчествовать Где Ну в день пятидесятницы И все Значит Дух Святой Покинул Церковь А без Духа Святого нет Где это Считаем дальше Деяние 2.29 Мужи и братья Да будет позволено С дознавением Сказать вам О правце Давыде Что он умер И погребен И гроб его у нас За сего времени Будущий же пророком Значит Почему он не сказал Что он был царь А ведь народ-то израильский Знал его как царя Пророком его никто Не называл никогда Не было Псалмоперцем Окружение его знало А дальше нет А у него три названия Царь, псалмоперец, пророк А мы Теперь это узнаем Когда Дух Святой Открыл И как он пообещал И было Деяние 3.25 Вы сыны пророков И завета Которым завещал Бог отцам вашим Говоря Аврааму Все имени твоим Благословятся Все племена земные Значит Благословятся И в пророках Отец Дмитрий Смирнов Говорит о мусульманах Что тут будут Мусульмане Они Ближе ко Христу Чем крещеные Он только не договаривает Что они не крещеные Это его паства Он говорит правильно Все В храме говорит Там бабушку Как мусульманин Подвезет до храма Бесплатно А если это православное Он с нее деньги сгладит Это его работа Он не говорит Только что это его паства Он ее такими сделал Жестокими Безжалостными Лживыми Это ваше паство Помните Если порожденного Когда допрашивали И сразу прогнали Он проклят В невежность народ Так это ваш Один из ваших прихожан Это вы их такими сделали Почему проклят И вежда в законе Не могут сказать Ни свидетелей Иеговы Ни баптисты Ни адвентисты Седьмого дня Они их учат И не потому что Они умнее А их Привел Господь К познанию истины Сейчас скажут Да он еретик Не еретик я Совсем Я православный Но Надо сознаться Что слово Божие Они знают лучше Как-то пошли Наши адвентистам Седьмого дня И там на капельре Говорит Итак Открываем Пророка Даниила Глава седьмая И вот только шорох Стоит Как они страницы Перелистывают Бабушки Одни сидят Двести человек И двести Библии в руках Да у нас ни одной В храм придут нету Ни одной У которой хоть Розария Молитвенник есть У нас католичка Одна ходила В Барнауле В Покровский собор И она все время С этим Розарием Стояла Считала Если ничего не знает Непрорубная тьма Счастье исповедуйте Счастье Причащайтесь И перед батюшкой Батюшкой благослови Батюшкой благослови Все Вера кончилась Как у старых бряцов Ты еретик Переходи к нам Проповать еще короче Ты еретик Переходи к нам А вот я сказал К чему это Мусульман Мусульмане придут С голубым лобби Будет покончено В течение одного дня Мне это не надо Но вы не пытайтесь Прекратить Вот как сейчас С пьянством Решают Где продавать Сколько метров От учебного заведения Никому это не сделать Чтобы был сухой закон Мусульмане это сделают У них в законе Это прописано Такие люди Недостоины ходить по земле Вот эти люди Которые навешивают На себя перстники Разные там придумывают Тысячи рекорды ставят В один день они уйдут Они не будут Осквернять землю Так ты что За мусульман Хорошее я беру везде Но это не наше Мы можем только любовью Я не одобряю Убийство никого Особенно вот этих Тронули плесуней В храме Ни одного мудрого Не нашлось Чтобы сделать А когда Андрей сказал Не трогать их Накормить блинами Так прославили Не знаю как Пусть без блинов Пусть бы отодрали Нагайками Но не садить их Закрыть храм на три месяца И молиться перед храмом Чтоб слез было больше Чем рядом в канале воды Чтоб патриарх там стоял Под дождем Под солнцем И народ бы весь обратился Расшиковались Яков 5.10 В пример застрадания И долготерпения Возьмите братья мои Пророков Которые говорили Именем Господа Господнем Кто именем Господнем Сегодня говорит А как Священно начали А как Об ННН Сказали о паспортах Священно Не Библия Архиерея тут Одного спрашивают И скажите А что важнее Каноны Которая церковь издала Книга правил Вселенские Или Нам Синод скажут Конечно Синод Даже не спрашивают Я говорю Ну что важнее Это Ну что нам сказали Вселенские соборы Или Патриарх Конечно Патриарх Ну и что мы можем дойти 2 Петрах 1.19 И при том Мы имеем вернейшее Пророческое слово Почему не сказал Священническое слово А это Пророческое слово Мы теперь Передаем другим И сами становимся Пророками И вы хорошо Делаете Что обращаетесь К нему Как к светильнику Сияющему в темном месте Да коли не начнет Рассветать день И не взойдет Утренняя звезда В сердцах ваших Вы хорошо делаете Понимаете Когда к слову Божьей К Библии обращаемся Это хорошо Это не баптисты только А кто не обращается Это не хорошо Не хорошо 2 Петра 2.16 Но он был облечен Валаам В своем беззаконе Бессловесная ослица Проговорив Человеческим голосом Остановила безумие Пророка То есть она оказалась Выше пророка Он был пророк Это не лжепророк Он предсказал Пришествие Христа А это был Языческий человек И Библия Называет его Пророком И написано Дух Божий был на нем Сегодня многие Этого не понимают Да это же Валаам Он был Сребролюбив За это И пострадал Но он был Пророк Звездой Учахусе Поем Откуда мы это взяли Это от него Он это видел За 1600 лет Дальше 1 Коринфянам 15 А женщины Могут пророчествовать Да могут Ну и назовите Хотя бы одну Женщину пророчеству Пусть Московская Патриархия Назвает Ну нету Матрону Это все искусственно Дувает Его пророчества И не называют Другие имена Придумают Пророческое слово Не прилипает Ни к кому Так это живые Даже пророки Живые Не Ксения Петербургская Еродивая Всякая жена Всякая Молящаяся Или пророчествующая С открытой головой Постыжает свою голову Ибо это тоже Как если бы она была обритая Вот и все Посмотрите Как одеты мусульмане Как в нашей общине Кто бы не посмотрел Все говорят Как красиво это выглядит Два платка Поводник Одеты Ни одной волосинки не видно Когда без платков Это значит Там пророчеств нету И где бы ни были Выступали Вот сидят там Разные ведут Максим Шевченко И кого только нету Везде до одной женщины Сто процентов Все без платков А мужчины Или в галстуке Или воротник Расстегнуты Это мода Галстук я объясняю А почему именно Расстегнуты должен быть А не просто вот так Засстегнуты Я не могу понять Но это тоже Что то есть Все расстегнуты Расстегнуты Так у женщин До самого конца Или галстук Или вот так То есть нормально Стоять никак нельзя Обязательно нужно Или вверх ногами Или на одной ноге Первое Коринфянам В Одессе 12.10 Иному даны дары Чудотворения Ну согласно Чудотворцы Иному пророчество А где оно Иному Дано И притом Дано Павел пишет Это Коринфской церкви В которой было Блудодеяние По сегодня Сказать там Ну Не традиционные Можно бы были Это портовый город Тысячу только Официальных было Блудниц Которые обслуживали Приходящие корабли Первых Коринфян Иных Бог Поставил Церкви Во первых Апостолами Апостолов У нас называют А во вторых Пророками Это не апостолы В третьих Учителями Сектанты Не могут назвать Учителей Потому что Они не признают Церковь От апостольских времен А пророков Хоть одного Могут назвать Агава А другие Не могут А они были Пророки Их были тысячи Дальше Первое Коринфян 12.29 Все ли апостолы Мы говорим Нет 12.70 А все ли пророки Не все А все ли учители Учителей называют Все ли членотворцы Пророки были Но не все Не все А это не всем Дано было Достигайте любви Павел говорит Ревнуйте о дарах Духовных Особенно же о том Чтобы пророчествовать Если пророки Кончились То зачем это И действенно ли Это слово Сегодня И учат ли семинаристов И учат ли батюшки В храме Особенно ревновать Господь Дай духа пророческого Если дух пророческий Был бы в церкви Сегодня В той мере Как Ревновать Павел говорит Достигайте Ревнуйте То патриарху Не пришлось бы Спать и ездить В таких лимузинах И священникам И другим До самого низу Я ничего не имею К патриарху К другим Я говорю Что Соблазн Не надо давать Я на это Вообще не смотрю Для меня Главное В священниках Проповедуют они Слово Божие Евангелие Или нет А личную В его жизнь Он за это ответит Мне не надо Выявлять А говорят Правильно Неправильно Павел говорит Когда руку полагает Чтобы от внешних Иметь доброе Чтобы не было нарекания А даже от внешних Надо учитывать это Павел говорит Желаю Чтобы вы все говорили языками Но лучше Чтобы вы пророчествовали Ну зачем Пророчество и превосходнее Того Кто говорит языками Значит Пророчество нужно Павел настаивал Это получила Римская церковь И все сяны И везде пророчествовали Везде просили И ревновали об этом Сегодня нет этого Ну кто это запечатал Если харизматы Начинают об этом говорить У них падают Переворачиваются Беснование идет Мы не об этом говорим Значит Вина священства Падает на то Что церковь оказалась Беспороческого духа А дух Блуда наполнил все Я не имею ввиду Плотской дух 1 Коринфян 4.24 Но когда все пророчествуют И войдет кто не верующий Или не знающий То есть Что пророчество То он всеми обречается Всеми судится Вот какая была церковь Сегодня в церковь Человек пришел Потолкался Свечку купил Больше он ничего не знает Зашел человек Для матери купить земельку Землю продают Посыпать там надо На гроб Он стоит Я говорю Не разговаривайте пока Сейчас Евангелие читают А священник Диакон вышел Кричит Ни одного слова Непонятно Он постоял Опять ко мне А я у дверей стою В храме В соборе Покровском В Барнауле А этот Иван Еще долго будет кричать Да не Иван А Евангелие Он не понимает Ни слова Никто ничего не понимает Религия тьмы И суеверия Вот что получится Если Евангелия там не будет Все пророчествуют Не знающий Совершенно сурлищ Неверующий Зайдет коммунист Всеми обречается А у нас судится Нет Они хозяева У нас Вверху хоры И туда там КГБшники залазили Мы их еще Фотографировали У нас даже снимки есть И они оттуда Наблюдают за всеми Им то там Зачем там быть Но так было Я не сегодняшние дни Говорю Более ранее Вот все пророчествуют Войдет Войдет к вам Войдет к вам Кто куда войдет В церковь Чтобы всем поучаться И всем получать Меня тоже Войдет к вам А вы говорите Все поместил Войдет к тебе беду Я не могу Не было Я почему этого не знаю Войну и мир считаю Половина по французски А я не знаю Я буду знать Готовлюсь поехать в Грузию Сразу покупаю учебники И самостоятельно Начинаю учить грузинский язык Пообещали мне Выехать куда-то Я сразу за испанский взялся За греческий Человек Все может Его надо только толкнуть Показать Но это оказалось Мне не нужно совершенно Мне нужно одно Пророчествовать То есть проповедовать И мы С миссией едем По всей стране В 13-м году Проехали 15 государств 6 мусульманских республик 444 Города и районных центров За эти годы И скажу Положения везде одинаковые Кроме тех Где мы знаем священников Лютые волки Несчадящие стадо Лжецы Он знает Я православный Натравливает Милицию вызывает Называет нас Какими-то словами И КГБ разбирается В течение ФСБ В течение нескольких минут Разбирается ФСБ А как же священник сказал Не знаю Так что же Ну неужели Своих не может отличить ФСБ Они их натравливают Они нас Фотографируются Сотрудники ФСБ С нами Уголовный розыск И провожают И показывают Куда ехать То есть Стали хуже своих Духовных отцов Хуже НКВД Это сегодняшние пастыри Я отвечаю За то что сейчас говорю У меня данные У меня документы Оттуда где мы были И опять Павел говорит Поставил Поставил кем Учителями Апостолами Пророками Апостолами Кефесянам Где он поставил На один день Или они умерли Пророчество Не угошайте Вот я прочитаю Это Сегодня я приду Ну конкретно К Осипову Ну товарищ Бритый в галстуке Рассказывай Где пророчество Ты учил сколько лет Пророчество Не уничижайте Чтобы они ревновали Кто из ваших студентов За всю вашу Профессорскую деятельность Московской Духовной Академии Семинариях Кто пророчествовал Из студентов Доходит легенда Что один остался С верой Вышел верующий Оттуда А для чего Что-то учат Я знаю для чего Чтобы любую мерзость Любую пакость Оправдать можно было Любую Они учатся очень хорошо Они определяют Вот у меня Говорят Ты бороли Зачем бреешь А вот бакенбар Они к голове Относятся Сюда или сюда Да посмотри Они по другому Волосы растут Но если бы он Не кончал Семинарию Академии Он бы знал Что трогать нельзя Но у него оправдание Никогда на Руси Двоеперстия не было А как же Князь Владимир крестил А почему Никон Запрещал тогда Если его не было Миряне знают Священники Этого ничего не знают Они заботились Только одно Об одном Чтобы этот обманщик Не воскрес И чтобы не сказали Ученики Что он воскрес У них была тоже забота Скрыть воскресшего Это же делается И сегодня Это делается Синодом На другом уровне Настоящего Христа Люди православные Не знают Они знают Его по батюшкам судят Не не ради А пребывающим В тебе дарований Которые доно тебе По пророчеству С возражением Рук священства Кого сегодня Рукополагал Патриарх Сколько он Рукополагал А за это отвечать придется Каких поваров Рукополагали По пророчеству Чтобы было пророчество Ну и пусть назовут они Конкретно Ефесян Евреям Но пророк Укоряя Их говорит То есть что пророк Делает Укоряя Какой пророк Сегодня укоряет Их Пускай покажут Где Когда Если это пророк Почему он Патриарх Не пойдет в президенты Он не скажет Не должно тебе иметь Эту жену У тебя законная жена С которой Стоял ты там С речки жег Почему ты по прежнему С ним ту же дружбу водишь Почему голову свою С этим куколем Ушастым Не положишь На шапоте Поэтому в народе Этот разврат Поэтому в священниках Это голубизна Все может быть Я не знаю Я просто К примеру говорю Я не говорю В какой стране это было Может быть В Греции Или где-то Но ты же видишь Беззаконник Иоанн Креститель Пошел Сказал Ироду Почему ты там молчишь Празднование Святого Златого Это подражание ему Откровение 2.20 Имею против тебя Что ты попускаешь Жене и завели Называющие пророчествою Учить и вводить Заблуждение рабов моих Любодействовать И есть и доложертвенное Вот сегодня И как раз позволяет Любодействовать Прикрывает Не вытаскивает их На арену А пусть докажет Это слова По священник Сегодня я читал Там Васильев какой-то Только ахнешь Как же они его могут Держать такого лицемера Но этот грех Тот который На улице не делает Бывает Целуются Я видел Целуются Ну я не видел Чтобы они Грешили С погружением Нет этого А как ему доказать Это выходит так Чтобы Издалека надо стрелять Как в белого медведя Снотворными Когда творят В анабиоз Чтобы они впали И потом везти его Куда-то под микроскопом И рассматривать Кто кем оплодотворился Ну же понимаете Это недоказуемо Деньги еще как-то Мечены Ну как этих-то Меченными сделаешь Ну понимаете Это невозможно Но он сам сознается А почему они не идут Тогда священники Не воюют против этого Ну пусть их спрашивают Почему они против Когда гей-парады идут Почему гей-парады В мусульманских странах Не идут Нигде Не идут И не будут идти Почему Там закон другой Развратная власть Развратная закона Развратное священство Все один разврат Прелюбодея и прелюбодейца Я говорю да не о физическом А о дружбе с миром Все кто дружба с этим миром Это духовная проституция И откровение 22.9 Смотри не делай сего Ибо я сослужитель тебе И братьям твоим пророкам И соблюдающим слова книги сей Сослужитель братьям твоим И пророкам Я специально это выделил Значит были в то время И он видел их на небе И они там были А вот это вот надо наизусть Заучить практически всем Какого вероисповедания не были Прелюбодеи Прелюбодейцы Не знаете ли что дружба с миром Есть вражда против Бога И так кто хочет быть другом миру Тот становится врагом Богу Здесь не говорится Ни о мужеложниках Ни о скотоложниках Ни об измене в семье Ни о бэ Которая свирепствует в стране И в церкви Здесь просто дружба с миром Живут-то по-мирски Мирская терминология Я смотрю в другой раз Патриарх говорит Минут 20 и ни одного слова божественного нету Разные слова Кого-то Дары какие-то Волхвов На шито Поиск Богородицы Зачем народ-то обманывать А когда доказательства Этому нету ни одного процента Ни одного А это большая вера Это неверие Златоуст говорит Я не нуждаюсь в чудесах Я верю в Бога Мне не нужны иные языки Потому что я верю Это Иоанн Златоуст говорит И кто дружбит с миром Не надо хвалиться этим Ты прелюбодей Потому что мать, невеста Все совмещается в церкви А церковь невеста Христова Измена Христу Это есть прелюбодеяние Проповедуя не красть Крадешь Говоря не прелюбодействуешь Прелюбодействуешь Внушая силам Святататствуешь А ком это? Это же верующие говорится Проповедуют одно А говорят по-другому Так он еще священник У него дети Он нормально с матушкой живет Из театра не вылазит Театралы И только ли это По-мирски все Все захватывают По-мирски делают Хватка-то вся мирская Военные прыгают С парашютами Священники С автоматами стреляют Туда Бог послал вас Гнобить в Чечне Других там Людей И своих там убивать Конечно не для этого Римлянам 7-3 Если при живом Выйдет муж за другого Называется это прелюбодейство Если же умрет муж Она свободна от закона И не будет прелюбодейство Выйдет за другого замуж Но сегодня это сплошь и рядом считает Нарушается При живом муже Придумали При живой жене Какие разные причины Какие законы Да просто Мы характером не сошлись У меня здесь Довольно же приезжали А почему Ну мы разные вещи По-разному понимаем Ну и понимаете Но это жена Сменю другую Это жена Она дается не на один день Кого венчают-то Сколько раз 1 Иоанна 2.15 Не любите мира Не того, что в мире А почему А кто любит мир В том нет любви очень А без любви не спасешься А я Бога люблю Любишь А любишь мир От телевизора-то не отлипнешь Какие бы чипы не были Что все примут Какой бы антихрист К власти не пришел Со Сталиным Заигрывали Богоносный Ему в одном Места мало Сколько погубил И по всему миру лгали У нас За веру не гонят И кого бы не арестовали Сразу же архиерея Его предавали Другому названию Это преступники Это контрреволюционеры Вот от Сергия Острогородского Вся эта муть-то идет Иеремия 5.7 Как же мне простить тебя за это Сыновья твои оставили меня Клянуться теми Которые не боги Я насыщал их А они Все что есть Это наше от Бога Это Бог дает А они Прелюбодействовали Это Бог говорит О верующем народе И толпами ходили в домы блудниц Это откормленные кони Каждый из них ржет на жену ближнего Неужели я не накажу за это Говорит Господь Не отомстит ли душа моя Такому народу как этот Вот приговор уже вынесен Вынесен патриархии Вынесен всем Из стране Толпами ходили по Прелюбодействиям И куда только не идут Где только не бывают Чего только не несут 1 Коринфянам 3.17 То есть никто разорит храм Божий Того покарает Бог Ибо храм Божий свят Этот храм вы Люди знают храм только тот Что мы сами храмом Являемся и не имеем права Его скоблить теперь И портить эту красоту Божию Даже по бороде возьмите Женщины стрижется Совершенно неверующий народ Толпами ходит В процентном отношении Если бы накладывали священники Питимью За один аборт 10 лет Правило Василия Великого второе Сами сказали Другой народ Это мы не имеем права Тогда меньше жили Срок жизни был у людей меньше За 60 лет мало кто переходил Это короткий образ жизни Это как северные народы Но срок эпитимии был такой За мужеложество 30 лет 30 лет И как-то их уличали Сегодня уличить никак не могут Кто кого покрывает Дальше Сердце Параонова ожесточилось И он не послушал их Как говорил Господь Вот сегодня Пишут в комсомольской правде Вот посмотрите Если у кого есть возможность Сходить в библиотеку Я ее высвечу Чтобы было видно От 19 марта 3 года На странице 18-19 Почему мироточат иконы? Вот на этом вопросе остановимся Спросите сегодня Почему мироточат иконы? Просто люди Что взяли бумагу И написали Что угодно напишут Но только в пользу свою Это Бог любит Это для исцеления Это знамение Какое знамение? Второй вопрос Бог или дьявол подает знаки? И была создана В 1999 году комиссия По описанию чудесных знамений Происходящих в православной церкви В состав комиссии входят Священники Профессиональные физики Химики Биологи И историки Сопредседатели комиссии Двое Архимандрит Иоанн Экономцев Ректор Российского Православного Университета И Павел Флоренский Профессор Геологии Московской Геолого-разведочной академии И вот как они отвечают На вопросы корреспондента Может быть это не православные Это псевдоправославные Там Дворкина надо позвать Пусть он их определит Ну почему эти слова Что они о комиссии вынесли Не вынесли теперь в Иваново Не сочтите за грубость Но народ наш стал слишком грубый Тупым Вот народ стал тупым Они не говорят Так а кто его сделал таким Да вы его и сделали И Бог как бы подает знаки Чтобы мы задумались о своей душе И вернулись к вере Дальше Хотя возможно другое объяснение Значит на равных принимаем второе Из истории церкви мы знаем Что мироточение может быть Не только божественным знаком Но и проделками демонов Возможно в потустороннем мире Кто-то просто издевается Над нашими священниками Заметьте еще раз В потустороннем мире Кто-то издевается Над нашими священниками Это православная комиссия говорит То есть черти совершенно свободно Издеваются над православными священниками Это еще не приговор А зачем это нужно Да ни за чем У нас тоже община крестовозвиженская Недавно одна говорит У меня икона стала мироточить Я говорю, что? Она уже знает, что мы ничего этого не примем Да отнеси рядом православный храм Отдаем, они любят это У нас этого нету и нам это не нужно Нету этого И Бог это не заповедал Нигде этого нету А еще лучше Пусть священники подскажут им, покажи иди Они решат А мы ломаем голову над тем Что это происходит Почему не ломают голову И два варианта они берут об отце Андрею Кураеве Дьяконе И о Степаненко Максиме Какие угодно доводы Если же она ненавистник Он сам голубой Почему не поверишь, что этот человек пробудился И он хочет сделать лучше Почему этот вариант не преобладает над другими Я не заставляю Чтобы мысли Андрея над всеми превалировали Но это-то можно догадаться Что существует два варианта Почему я это все испытываю У нас больше опротивления, чем со стороны священников нету Мы приезжаем в большое село Народ собираем Священники И их приглашаем-то Они тоже звонят в милицию Вызывают и начинают травить Это яговисты там, свидетели ягова Что угодно говорят Хотя нас знают И мой брат протоирей, отец Аким Он 35 лет в Сане Заканчивал московскую духовную семинарию И он у него был И разговаривал Еретики Мы еретики Но если мы еретики И вы знаете Дайте мне бумагу, что я еретик-то Вот я сидел Мне прямо показали Дали бумагу Освободился Дали бумагу Патриархия ничего не дает У нее все в тумане На киселе Дайте мне бумагу, что я еретик Я раскольник Всевдоправославный Весь эфир мной Не засоряет А еще другую букву поставить можно И ничего нету Но если мы еретики Но даже без бумаги Но вы-то утверждаете Зачем ваши архиереи Московской патриархии До этого был Масендич Антони Молимся вместе Приезжает в Потеряевку Максим Дмитриев Теперь он в Липецке Там Елец город Приезжает новый Иванников Сергий Со священниками Семинаристов набирает Там 11 человек С секретарем И вместе молятся И благословляют Говорят речи И в одной чаше Причащаются Бестыжие И уезжают довольные Благодарят Это тут многому Получить там уже Выходят И тут же опять еретиким Ну заткните им Это отверстие лжи Которое хлобыщет Так это мы Если не пожалели Степаненко С пророческим глазом Вышедшего И Андрея Кураева То что про меня То говорить Это люди безбожные Они страха Божия не имеют Я говорю о тех Которые гонят их Есть такой Игумен Петр Мещеринов Даниловский монастырь И он написал О некоторых наших ошибках Москва Я слышал Я слышал что на него тоже гоняют Но брошюрка то вышла Десять тысяч экземпляров То уже заразила страну И вот он пишет Благовествование Христа И спасение В нем Как сути церкви Нередко подменяется Проповедью Внешней церковности В основе этого Лежит мысль Привести человека к Богу Через обряд Через дары Через пояс Богородицу Причем последний Может восприниматься С известной долей Магизма Это шаманство По образу И выражения Одного батюшки Мы склонны проповедовать Купола и колокола А не Христа И нравственную жизнь Часто можно услышать Такие например Советы Новоначальном Ты вот постись Ходи в церковь Считай такие-то Такие молитвы Съезжай обязательно В такую-то обитель К старцу А служи молебель Такой-то Иконе Иконе И прочее И прочее Наставляемый говорит Да я не понимаю Ничего Что в церкви происходит И молитвы Мне непонятны На это следует Такой ответ Это говорит Игумен Центральных монастырей В Москве Ну и ничего Что ты не понимаешь Главное Что бесы Понимают А тебе и не надо Ничего понимать То есть Как бы все Самое Автоматически Где-то там На небе Произойдет А ты только Выполняй То-то и то-то Это и есть Магизм Магизм В православии Это не Игнатий Говорит Захватите его Еще раз Да ведь Если бы Вы его не жали А у него была Возможность Где-то работать Он бы отошел И еще больше Сказал Ну Заткнут рот Страница шестая Спросил как-то Молодого человека Который ходил К протестантам Почему так Что его не устраивает В православии То он ответил Я два года Ходил по московским Храмам И слушал проповеди И в 99% Проповедей Я не слышал Ничего о Христе И Евангелии А у протестантов Хоть как-то говорят 99% Я подтверждаю Это так Я не в углу Просидел 51 год Миссионерам В моем доме Приходили Баптисты Адвентисты Пятидесятники Делались православными И Не просто православными А батюшками Игуменьями Схи-игуменьями В моем доме Пришедшие Мне Бог дал Этот дар И я не скрыл его Отмечу две причины Страница 11 Принижение роли Священного Писания И неправильное восприятие Священного предания Церкви Это пророческие слова Да что Петр Мещинов Пророк Самый настоящий Это пророческие слова Они сейчас постараются Заглушить Вопреки Павле написано Что не заглушайте Две стихи Церковь Божия Питающая Суть Слова Божия И Таинство Писал Феофан Затворник Евангелие И все Священное Писание Дано нам Богом Для того чтобы мы Узнавали из него Волю Божию И жили в соответствии с ней Священное Писание Потому должно Преимущественно Изучать христианам Да не знают ничего Пойдут с сектантом Все узнают И Анна Тауз говорит Если одна душа Одна Одна Погибнет По твоей небрежности О священник Тебе всей жизни Не хватит рассчитаться с нею Их миллионы погубили И гибнет сегодня Преподобный Серафим Старовский Советовал так Это все из книги Мещеринова Так навыкнуть Новому Завету Чтобы ум как бы Плавал в словах Писания Преподобный Антоний Великий Говорил что На всякое дело Делаемое нами Мы должны иметь Свидетельство Священного Писания Свидетельство Писания У меня вышло 38 книг Лютуют За глаза Ну это тоже 13-й год Я говорю Ну возьмите книги По одной книге Дайте целому отделу Построчно По буквенно Разберите Меня вызовите Почему вы В моих книгах Не находите Мою пламенную Любовь К церкви Божией Если Яков говорит Покажи мне веру Твою бездел Твоих А я Покажу тебе Издел моих Покажи бездел Но Яков знал Бездел Что он покажет Ничего нет А что-то делает Он только лает Вокруг моей колокольни Будет бегать Они это и делают И в интернете И везде Одна клевета И всему этому Придет конец А почему такие Попы их сделали Такими Это волчатник Я сейчас покажу Это Однако в нашей Повседневной жизни Оказывается нередко Что не очень-то Оно интересно И нужно православным Не раз я сталкиваюсь С тем Что человек в церковь ходит И в таинствах участвует И считает себя православным И даже активно борется За православие А Новый Завет Не только не знает Когда же он Даже и целиком-то Не прочитал Это говорит игумен Петр Есть и объяснение Это мы Евангелие Где идеал А мы люди грешные Нам до идеала далеко Нам за пророками Не угнаться Конечно Евангелие указывает Нам на идеал Христа Господа Но само Евангелие Вовсе не идеал А выражаясь Современным языком Точная и неотменимая Инструкция в жизни Без постоянного Соблюдения Которое Никакое христианство Невозможно Без постоянного Соблюдения Разве не к этому Призывает Степаненко Максим Петр Мещеринов Андрей Кураев Каких Господь Выставляет Пророков Это пророки Настоящие Я знаю Как сейчас От смеха Они согнутся Переломятся Священники Нашел пророков Он обличает И его гонят Вот два признака Он обличает И его гонят И он против Христа Ни один из них Этого не говорит Напрасно Кривляйтесь Господа Вам придется Изменить Эту тактику Я вам сейчас Скажу почему К сожалению Когда мы Стретимся В отцерковить Стремимся В отцерковить Своих ближних Редко мы Обращаемся К священному Писанию Между прочим Протестанты Подкупают Молодежь В том числе И тем Что они Активно Изучают Священное Писание Так он еще Баптист Разве Петр Мещеринов Мы беспокоимся Как нам Противостоять Сектантам А вот Начать с того Чтобы Евангелие Перестало Быть для нас Только святыней Доллабзания А стало Активно Воплощаться В нашей жизни И в образе мыслей И в образе действий Я бы не был таким Если бы не обратился Среди сектантов Я Евангелие получил Среди баптистов Писятиков Они были вместе Я ими не был Я у них получил Евангелие Получил И ушел Это было Начало моей Новой жизни 51 год позади Я думаю Что только В моей биографии Большинство Людей Могут найти Подтверждение Словам Петра Мещеринова Мы же из церкви Делаем этнографический музей Мы все Погружаясь В дебрескетической Письменности Не только Не предотвращаем Но и теряем Эти качества Нас интересуют Глубины Иисусовой молитвы Абсолютное Послушание Мистическое Духовничество Типиконное Постничество И прочее Гоняясь За этими Журавлями В небе Мы нередко Выпускаем Из рук Синицу Обыкновенного Человеческого Здравомыслия Вот чего Православным Не хватает Обыкновенного Человеческого Здравомыслия И получается Так Как сказал Святой Василий Великий Высокопоставленному Чиновнику Насчитавшемуся Книжек И ушедшему В монастырь Ты и сенаторство Потерял И монахом Не сделался Приобретя ангельский чин Смотри Не утрать Человеческого Хорошо Что хоть Матюшин Так поет Отец Роман Говорит Стал ли я монахом И стал ли я поэтом Не знаю Страница 17 Это Петра Мещеринова Без Христа Все абсолютно Бессмысленно Пусть даже И в церкви Послушайте Батюшки Бессмысленно Все Что вы делаете Если люди Не знают Христа Двоеверие Явление Традиционное Для Руси Характеризующиеся Принятием Усвоением Обрядовой стороны Православия При том Что дух жизни Остается языческим Если я скажу Я и реки Так Дворкина Нужно позвать К этим словам Что он скажет Интересно Некопируемая Теперь Как раньше В царской России С целенаправленными Пастырскими усилиями Получила широкое Распространение Все церковное К чему Прикасается Языщество Профанируется И опошляется Так что Многие люди По церкви Понимают Не Христа И христианскую жизнь А масляницу Красную горку Яблочный И прочее Спас Народные приметы И тому подобные вещи Отсюда Отсюда и происходит Птичий язык У православных Птичий язык Не евангельский Не пороческий Может ли наше спасение Быть медовым Можно ли Господа Нашего Иисуса Христа Назвать яблочным Вот это и есть Самый настоящий Лубок Когда мы говорим О куличах И Пасхах Может ошибается Особо посвященное Лицо Жрец Или маг Должно точно Выполнить То или иное Обрядовое действие Если оно правильно совершено Если учтены Все значимые Потусторонние обстоятельства Дела То результат гарантирован Независимо от Нутренних расположений Стерца человека От его веры Взгляда В дел Здравственного состояния И прочее Главное учесть Все обстоятельства Искрупулезно Точно Посвященным лицом Исполнять Определенный род действий Если магизм Проникает в церковь Он коренным образом Извращает Нутренний строй Христианина Так что он Фактически Перестает им быть Хоть может быть И внешне Весьма воцерковленным Человеком Вы прочитайте Это страшные слова Этим магизмом Не воцерковленность Это слово Воцерковленное Это не христианское слово Магизм в церкви Прежде всего Извращает отношение Человека к Богу Извращает Саму мысль о Боге Магическая точка зрения Стоит на том Что Богу нужен Только обряд Правильное Вовремя исполненное В остальном Человеку Человек к Богу Ничего не должен И отношение человека И Бога Этим вполне Ищерпывается Церковь у нас Превратилась В некую белую магию Православного обряда Вот этим всем преподавателям Смирновым Покажите вот это все Это хорошие люди Пусть они дружат С Петром Мещериновым Он тоже пророк Пастырям проще выступать В роли жрецов Ох батюшка Попадет тебе за это Отслужить молебен Или требуя Получив плату На том Закончить созидание церкви Людям же легче Поставить свечи Написать записки Пройти по канавке И тому подобное Ну тут сейчас К дарам волхвов К поясу Богородицы В надежде Что они Автоматически Окажут нужное Магическое действие К Матроне Там съездить Чем разбираться В своей жизни И строить ее В соответствии с Евангелием И все это Что такое Внешний антураж Это повторяю Внешний антураж Начиная с патриарха И донизу И архиереев Вот стоят Пуговички застегивают Расческу приносят А мне один полковник звонит Ну меня я в воинских частях Проповедал Скажите А у вас еще патриарх больной? Нет Ну Алексей был туда А почему ему пуговики застегивают? У меня вот внученку Я иногда застегиваю Но я заставляю его самому А ему уже два года Ну патриарху у нас 72 года Он видимо разучился А может быть и не умел И вот он вид делает Иконы там целует Это напугал Еще восьмой век У многих пастырей В огромном количестве Церковной литературы Имеет место именно Лубочное Псевдоцерковное христианство Не у Игнатия Лапкина У вас Почему-то многие считают Что работа мысли Вредит чистоте церковной жизни Смотрит на жизнь Сквозь узкую щель Лубочного мировосприятия Происходит подмена Бога И церкви И ее служителями И Бог это не знает А батюшка, батюшка, батюшка Хоть какой Им хоть сто раз голубой Будь Они будут заступаться за него Послушание становится Предметом спекуляции Рабским подчинением Только отдаляющим Человека от Господа На духовников Свалится вся жизнь Паства Люди хотят Взамен свободы Получить гарантию спасения Вот запомните Я это всегда говорю Ты только делай Поп А ты через меня Получишь спасение Ничего не получите Это еще Федор Карамазов говорил Но отказ от свободы Есть отказ от христианства Вообще Этот Петр Уже при жизни Пророк Святой Духовники Становятся Безраздельными Властителями Вот Андрей Токураев Об этом и говорит Как раз Поддержите его Клеветники Отступитесь от него Чтоб вас Бог Не поубивал всех Покривляется Весь строй Не только христианской Но вообще жизни Манипуляция Жизнью подвластных То есть Вот чем занимаются Сегодня священники И поэтому Надо пойти К Невзорову Чтобы он Сказал Все недостатки наши И их начать исправлять А не гнать его Не давить его Не такой-то монах Ходит какой-то Баранов Михаил Вызвать его Поговорить В чем дело-то Это у меня Тут вышли Царионова Это Сысоева Несколько слов Переговорили Слышу уже Еретик Сектант Я сектант Все То есть Прям врагов Выискивают А этот Царионов Дмитрий Там активист Все как называют Там НТО НТО Это НЛО Это НТО Я называю Что такое-то Это неопознанный Темный предмет Объект НТО Его не гнать надо Его надо Обиходить Правильно Русло направить Его жизнь В опасности Тоже Не с кирпичом Ходить Не майки срывать Вот этого Безобразия Бы не было А его принимают Вижу Дмитрий Смирнов Сидеть там С ним Разлепешился По креслу Даже говорить О неприятном В других Религиях Для разрешения Ровно этих же Вопросов Существуют Гуру Шейхи Шаманы Ламы Падики Это цадики Видно Друнды И прочее Церковь становится Для людей Магией Преподобный Серафим Говорил Что когда он Говорил от себя А не от Духа Святого То бывали ошибки Мифологизация Всего что связано Со старцами В жизнеописании Одного из них Мы считаем Что тот Матерился Пил водку Хулиганил И тому подобное Все это превращает Нашу религию Из благовествования Бога В зловествование Остановитесь Гонителя Отца Андрея И Максима И других Сапером На минном поле И должен быть старец Педагогический процесс Всегда одинаков Сначала педагог Плотно Учит человека А зам То есть Начальным Элементарным Навыком Своего дела Затем ученик Обретает все большее Мастерство Творческую работу Становится подмастерем Потом мастером Способным уже Других учить У нас же плоды Плохи Просто беда В людях воспитывают Безответственность Несвободу Кликушество Ложный патриотизм И прочее Из книги Мещеринова Закончено Как можно Такого человека Не щадить А они Я уже слышал Был в Москве Ооо Что он претерпел Бедняга Дальше Книга профессора Карташова А.В. Называется Вселенские соборы Страница 476 У хронографа Даровея Монобастильского Записано Такое сказание Амбираторе Фоки Один богоносный муж Имеющий Дерзновение к Богу Слыша о царских Злодеяниях Возопил Господу Господи Боже За что ты Прогнялся На народ свой И поставил Такого царя Тирана За что Такое наказание Чем провинился Народ твой Что ты Предал его Во власть Такого Кровожадного Волка То есть Человек в пустыне И молится И молится И было Этому богоносному Мужу От Бога Откровение Православное Слушайте Очень внимательно Много Я старался Найти царя Похуже Чтобы наказать Народ За его Своеволие Но не мог найти Хуже Фоки А ты Впредь Не искушай Судеб Божий Почему Потому такой Патриарх Такие Епископы Потому такая Академия И такие Семинарии И такие Преподаватели А кто Фока Был полковником Он Сверх Доброго Императора Маврикия И казнил Его И пять Его сыновей Женой Дочери Это Ленин Вот о Ленин Очень хорошо Говорит Отец Дмитрий Смирнов Большего Злодея Страна Земля Не рождала Осия Я дал Тебе Царя Во гневе Моем И отнял В негодовании Моем И вот Дает Бог И только Не только Царя И священника И патриарха Во гневе Надо думать И молиться За всех И от царя И за патриарха Исайя 59.2 Но беззаконие Ваше Произвали разделение Между вами И Богом Вашим И грехи Ваши Отвращают Лицо Его от вас Чтобы не слышать Вот что И виноват Не патриарх То что мы Окажемся На той стороне Ни голубые Ни зеленые Ни красные Вот кто Грехи наши Из Эквиля 36.31 Тогда вспомните О злых путях Ваших И недобрых Делах Ваших И почувствуйте Отвращение К себе Самим За беззаконие Ваши За мерзости Ваши Судей Сыны Израиля Опять стали Злое делать Перед очами Господа И укрепил Господь Игловно Царя Мавицкого Против Израильтян За то что Они делали Злое Перед очами Господа Ни против Китая Ни против Мусульман Ни против Америки Не устоять В стране Если будем Грешить Притом Одни и те же Грехи Исповедуют Вторая Парапоменон Слушайте Очень внимательно Теперь Все кто гонит Степаненко Максима Кто гонит Андрея Кураева Когда он Говорил ему То есть этот Пророк Царь отвечал Разве Советникам Царским Поставили тебя Перестань Чтоб не убили тебя То снимут С тебя сан Анафеме Придадут И перестал Пророк Сказав Знаешь Что решил Бог погубить тебя Потому что Ты сделал это И не слушаешь Совета моего Я поставил Тебя Господь Говорит Разрушать И созидать Вырывать И насаждать Иеремия Он говорит Вот причина Какая Делает грех И все Оправдывает И оправдывает Это злодеи Могут так и делать Матфея Здесь 16 Вот я посылаю Вас Как овец Среди волков Если посылает Он Как овец Среди волков Повторяю еще раз Это говорил Об апостолах И о мире Окружении его Независимо Кто Евреи Мусульмане Фашисты Коммунисты Всех Которые В стеркви О деяниях Говорит Измели Это же Послав Ефес Апостол Павел Призвал Пресвятеров Церкви Кого призвал Пресвятеров И когда они пришли К ним Он сказал Ибо я знаю Что по отшествию Моем Войдут к вам Лютые волки Нещадящая стада Там написано Войдут Волки А здесь Лютые волки Слово Лютые Откройте Злые Бешеные Нещадящие стадо Подумаешь Андрей Поднож его Кто такой Максим Поднож Любого И из вас Самих Из пресвятеров Священников Восстанут люди Которые Говорят Превратно Наоборот Но они будут Не просто говорить С определенной целью Дабы Увлечь Учеников За собою И так Нужно просить Чтобы Бог дал милости Пророчествовать И чтобы Эти пророки Выходили Из семинарии Из академии И церковь Православная Была наполнена Пророками Они глушили их Вы только услышали По слову Божьей Говорит Сразу обращайте Внимание Поставьте Наблюдатели Чтобы слышали Что говорит народ Говорит правильно По слову Божьей Набирайте команду У меня есть Программа Как образовать Общество Общины Общины Церковные Общий курс Подготовки У меня Конструкцию Один час Всего Вот у нас было 26 Воскресенье Прошедшее День нашей общины И местной епархии Мы отнесли Приглашение Уже Епископу Сергею Иванникову Он уехал в Москву Чтобы он Пригласил Священников Не больше 33 Иначе места нет Не больше 12 Семинаристов Я проведу Эти уроки Здесь Никто не пришел И даже не ответили Придут Не придут Вообще удивительно Если я пригласил И мне позвонили Краевая администрация ФСБ Прокуратура Отвечают Или пришли Наоборот Юстиция Пришла Во главе С начальником Отдела Юстиции Там Религиозного общества Пришел Маковеев Валерий Иванович Полковник С нами вместе был Следователь Прокуратуры Приходят люди Когда приглашаем Патриархия Не отвечает Самое главное Итак Что было сказано Я вам сказал В духе пророческом Книги эти Написанные Были И этим духом Пророческим Они для вас Сегодня изрекались Кто примет Выиграл Не примет Ответит На суде Божьем Богу нашему Слава Отцу и Сыну И Святому Духу Ныне Присной Во веки веков Аминь Сейчас я голубку возьму Она у меня Ну сколько Ну подожди Подожди Вот она моя Красавица Показать ее Поближе Какие у нее глаза Какие надбровники А Вот она где Смотри Вот крылышки Ну-ка открой Покажи Вот она как Покажи Вот она хорошая Той-той-той Обожди Обожди Вот она какая Голубка Подожди Потом люди придут Покажем тебе Вот так Слава Христу Эта тема Очень важна